СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ Сегодня мы обсудим такой, казалось бы, простой вопрос, но очень много приходит ко мне смс-ок, писем, связанных именно с этим вопросом. Какой вес использовать в том или ином упражнении? Ребята, вес знаете только вы сами, либо ваш персональный тренер, который работает с вами не один месяц. Почему? Вы заметили, что в своих программах я и другие тренера, инструктора, которые пишут вам программы, либо вы их читаете в журналах, веса никогда не указываются. Указывается количество повторений. Почему так происходит? Потому что мы не можем знать, все вы разные, у вас разная сила, разная физиология у всех, и вы используете разные веса. Примерно одинаковые люди могут быть разными по силе. Кто-то сможет сделать со 100 килограммами 10 повторений, а кто-то 20, а кому-то и 30. Поэтому в упражнениях мы всегда пишем вам количество повторений. Как из этого вытекает вес? То количество повторений, которое указано, является рекомендованным. И вы должны экспериментально подобрать вес вот это количество повторений. Если указано 8 повторений, это значит, что вы должны подобрать такой вес, при котором 8 повторение будет для вас практически предельным. И одно повторение останется в запасе. Одно-два повторения. Хороший инструктор всегда об этом скажет, расскажет, предупредит. Поэтому никогда не задавайте вопрос, какой вес мне использовать. Никто, кроме вас и тренера, который работает с вами, повторюсь, этого не знает. Вы должны хорошо себя знать, хорошо себя чувствовать. Это придет со временем. Для начинающих это вообще отдельная тема. А для тех, кто тренируется уже какое-то определенное количество времени, всегда ориентируйтесь на указанное количество повторений. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok